Приветствую вас, предупреждаю сразу, что мой ответ вам, скорее всего, не понравится, вот. Но, понимаете, какая история? Во-первых, фильм, какой бы он ни был, вызовет у девочки лишь такую мысль, что с ней этого не случится. Это первое. Второе. Понимаете, если все модели воспитания сводились бы к фильмам, то человеку для того, чтобы его перевоспитать, было достаточно просто показать фильм и всё, вот. Но, как вы понимаете, это не так. Поэтому, если вы хотите донести девочке, что то, чем она занимается, плохо, кстати, откуда у вас вообще такая информация и почему вы так решили, вот, если вы не уверены, то это говорит о том, что между вами и дочерью нет доверия, и восстанавливать и работать вам нужно в первую очередь над ним, а не над тем, чтобы обращать её от какой-либо деятельности. Вот. Знаете? Так вот, подобное не работало. В фильме не работало. Девочка пришла к этому решению, благодаря чему-то, благодаря каким-то своим внешним, ну, проявлениям, внешним данным. Вот. Вот. Внешним аспектом и так далее. И никакой фильм её с этого решения не собьёт. А если и собьёт вдруг, то мне для вас очень плохие новости. Ибо ваш ребёнок в этом случае очень сильно внушает. Вы только представьте себе человека, который благодаря фильму, может поменять своё мнение. Только представьте себе это. Это же ужасно. Человек посмотрел один фильм, сформировал такое мнение. Понимаете? Вы этого хотите для своей дочери? Но, опять же, я не думаю. Поэтому, тут как бы, совершенно всё однозначно в этом смысле. Совершенно однозначно в этом смысле, что фильм наихудший из всех средств, которые могут быть для того, чтобы реально отвалить человека от какой-либо деятельности. Вот. Если она этим уже занимается, значит, по сути, как бы, всё уже началось. И вам остаётся только принять её выбор, как любящего родителя. Ну вот, если вы, ну, не хотите, чтобы она этим продолжала заниматься. Вот. Вам нужно её, как это не аппарадоксально звучит, поддерживать. Чтобы она смогла вам доверять. И только через доверие, только через доверие, у вас появится возможность до неё что-то донести. В чём при условии, если она будет не просто вам доверять, а к вам прислушиваться, значит, воспринимать ваше мнение и не бояться, что вы будете её стараться как-то переубедить. переубедить, потому что здесь действует принцип сперментоза. Здесь действует принцип противоречия, когда человек, если вот ему что-то говорить, он делает с точностью, да наоборот. Кроме того, я опять же уверен, что, если она это делает, значит, у неё на это есть веские причины, вот, у неё есть веские причины так поступать. И вам нужно на самом деле её не переубеждать, а постараться понять, почему она так поступила, постараться понять, что заноцивировало её так поступать. Вот, постараться понять, где и что упустили, упустили вы, вот. А, ну, потому что, потому что, скорее всего, вы упустили, что-то. Вот. И вот уже там, уже тогда можно будет смотреть на то, что сделать. Вот, а фильм это слишком, так сказать, драконовский метод, драконовский способ. И, как бы, абсолютно недейственный, недейственный. Вот. Я надеюсь только, что вы это учтёте. Я надеюсь, что вы это учтёте. Вот. Потому что, да, определённо, с ребёнком где-то, что-то вы упустили. Это определённо. Вот. Но если вы упустили, то не усугубляйте всё запретное. Не усугубляйте всё какой-то конфронтацией, запугиванием и так далее. Ибо, как показывает практика, да, в том числе и психологическая, как показывает практика, запугивание никогда ни к чему хорошему не приводило. Вот. Только лишь к какому-то страху, к ненависти, к борьбе и так далее. Ещё раз повторю. Дочь. Дочь. Ваша дочь. Да? Вот. Производная. Производная от вас. И если так случилось, что она этим решила заняться, если так произошло, значит у неё для этого были свои причины. Поэтому, вместо того, чтобы, значит, как-то стараться её переубедить, да, вот, вам нужно понять, чего она хочет, что ей нужно. Для чего ей нужно нужно. И тогда вы сможете ей помочь. Вот. На самом деле, мне видится ситуация именно такой. И я не вижу другого выхода, я не вижу другого способа решения вашей проблемы. Я не вижу другого способа решения вашей ситуации. Вот. Верю. Верю, что вам неприятно слышать то, что я говорю. Вот. Верю, что вам это не нравится. Но, как психолог, я скажу вам именно это. Именно так. Вот. Надеюсь только на то, что вы постараетесь увидеть проблему именно в своей семье, в своих отношениях, во внутрисемейных отношениях. Вот. Я надеюсь только, что вы обратите внимание на это, вот, подкорректируете свои паттерны поведения, вот. И тогда у вас, в общем-то, появится возможность что-то для дочери сделать. Смотрите, если это не ее, если это не ее, то она рано или поздно пересанет. Если у вас только нет, ну, нет необходимости, да, то с ее стороны нет нужды этим заниматься. Вот. Вот. Если это, если, если, если ее к этому тянет, то опять же, ну, никак вы ее не остановите. Как бы вы ни пытались. Понимаете? Если это уже случилось. Вы решите для себя, что вам важнее. Ее деятельность или отношения с ней. Чем бы она ни занималась, она все равно ваша дочь. И она, чем бы ни занималась, она все равно вас нуждается. Так вы, еще раз повторю, решите для себя. Вам, чего, чего нужно. Вот именно вам, что нужно. Что для вас важнее всего. Не хочу, чтобы вы думали, что я как-то вас пытаюсь спровоцировать, но от ответа на этот вопрос зависит ни много ни мало будущее ваших отношений. Вот. Ибо если для вас важна сама дочь, то у вас есть реальные шансы, что-то исправить, что-то подкорректировать. И в будущем возможно действительно направить ее туда, куда нужно. Направить ее к чему-то позитивному, к чему-то светлому, к чему-то правильному, нужному и так далее. Вот. Надеюсь, что помог вам. Объективно, если у вас есть своя точка зрения, если у вас есть свое представление о том, как все должно быть. Если вы имеете вот строгую направленность, да, то есть направленность вот в сторону, к примеру, того же фильма. Вот. Что мне вас не переубедить. Впрочем, я этого и не хочу. Меня волнует ребенок. Я уверен, они вас тоже волнуют. Вопрос в том, думаете ли вы о нем или думаете вы о себе. Как показывает практика, родители часто думают о себе, а не о ребенке. И думают о том, что лучше для себя, а не для ребенка. Опять же, я без обвинения. Я без обвинениях вам это говорю, но лучше, если вы сейчас уже активно будете вставать на эту позицию, что ваш ребенок способен принимать какие-то серьезные решения и более того, есть определенные последствия этих решений. Вот. И эти решения, какими бы они ни были, вам нужно уважать. Вот. И привыкать к тому, что ребенок может вредить самому себе. Главное, чтобы он не вредил другим. Вот. Так что, так вот. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, я буду рад вам помочь. Буду рад ответить вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Давай. Спасибо. Продолжение следует...